Слава Господу, что мы здесь! Я не раз был у вас на ночных молитвах, и нравится быть у вас. И сегодня в начале был такой вопрос задан. Чувствуем ли мы Господа на этом месте? И действительно, я не знаю, как кто, но я чувствую Господа на этом месте. Слава Господу, что Господь здесь, и я думаю, что Он пришел сюда намного раньше, чем пришел каждый из нас. Он видел нас на путях, Он видел нас, когда мы строили какие-то планы, и Он полагал, и полагает свое желание, чтобы нам идти в Дом Божий. Слава Господу! Я вчера так рассуждал, и немножко раньше о том, чтобы... что сказать сегодня? И не хочется говорить то, что сам как бы запланируешь, сам решишь, но хочется, чтобы Господь говорил, потому что в служение приходят сердца, которые нуждаются в этой духовной пище. И Господь, Он желает напитать, поддержать, укрепить, может, кто-то ослабел, протянуть руку помощи. И вы знаете, мое внимание или мое обращение на одно из мест Священного Писания, я прочитаю это слово, которое записано в первом послании к Тимофею апостола Павла, послание с 12 стиха первой главы. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверию». Слава Господу! Вот такие слова апостол Павел в своем послании, в своем обращении к Тимофею, он пишет и говорит, что «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Апостол Павел, я думаю, он в какой-то момент, он, как сегодня мы слышали, было сказано, что остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о пути древнем и идите по нему, о пути добром. И я думаю, что, может, апостол Павел также остановился, сделал какую-то остановку, он обратился на свой пройденный путь, и он не увидел там доброго того в своем пути, которым он шел, что он делал, как он поступал в жизни своей, и в его сердце появилась благодарность, в его сердце возродилась благодарность Господу Иисусу Христу, Господу нашему за то, что он помиловал, что он, как он здесь говорит, что «благодарю давшего мне силу», что Бог дал ему силу стать на истинный путь Божий, обратиться от того пути, который он ревностно шел, он ревностно делал, он что-то совершал, но, как он потом сам увидел, что этот был путь неправильный, путь неверный, то, что он, как дальше он говорит, «меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверью». Слава Богу! Слава Господу, что Господь, Он трудится над нами, что Он видит наше сердце, Он видит наши желания, видит наши чувства, и где-то Он, как мы сегодня слышали, также корректирует нас, где-то Он нас останавливает, где-то нас Он направляет на тот путь, который желает, чтобы которым мы шли. И здесь апостол Павел говорит, «Я благодарю Господа, давшего мне силу, что Он не просто остановил меня, но, как здесь написано, призвал меня, признал меня верным и определил на служение». Слава Богу! Это великая милость Господа! Сколько сегодня людей, которые ходят в этом мире, которые не знают этого пути правды, которые не знают пути спасения, и, может, они и слышат, но, вы знаете, не проникло еще это слово в сердце человека. И апостол Павел говорит, что «Я был таким, я был хулитель, гонитель и обидчик». И он говорит, «Но так поступал по неведению и неверью». Есть вот это неведение, есть неверие в сердце человека, что человек не может поступать правильно, поступать благоразумно. И я хотел бы немножко рассказать свидетельства из своей жизни. Я вот, когда читал это место Священного Писания, как-то пришло на память и своя, и моя жизнь. Я думаю, Господь, я вместе с апостолом Павлом могу сказать «Благодарю тебя, Господь, что ты даровал мне силы обратиться к тебе». И в это сегодняшнее время, что даровал Господь милость, чтобы стоять перед вами. Потому что я также раньше не знал Господа. Я не служил Богу. Я, может, убегал от Бога и не хотел об этом слушать и слышать. И когда в молодости своей, когда вот пришло время идти в армию, я попал в Афганистан, пришел с Афганистана, вернулся. И я как бы наступил такой период, ну нету интереса в жизни. Вроде пришел живой, здоровый, нету смысла жизни. И думаешь, почему люди все вокруг живут нормально? У них какие-то планы, они что-то делают. А тут, ну нету смысла. И вроде там где-то с друзьями, вроде как бы и весело, и все. Но понимаю, не здесь мое место. Я так думаю, что случилось? В чем причина? Но потом Господь коснулся моего сердца. И через 4 месяца после прихода из армии я обратился к Господу. И сейчас понимаю, что это милость Божия. Что-то Господь являет свою милость. И когда я обратился к Господу, Господь говорит, я тебя хранил. Я тебя привел домой. Если бы не я, ты бы оттуда не вернулся. И сегодня мы, останавливаясь или проверяя свой путь, можем сказать Господу, я благодарю Тебя. Что я нахожусь на этом месте. Что я вместе с народом Божиим. И вы знаете, как-то, будучи на одном служении, где-то лет около двух, ко мне подходит одна сестра и говорит, а я благодарила Бога, когда ты покаялся. Потому что когда мы ходили в школу, мы вместе ходили в школу. Она немножко младше была. Я ее и не знал, потому что я где-то четыре года разница была. Она была в младших классах. И она говорит, ну ты как-то так поступал с нами в то время. Это были восьмидесятые еще годы. Ты, говорит, над нами насмехался. Что-то делал, ну такое неприятное. Я, говорит, когда ты, когда я услышала, что ты покаялся, я так благодарила Бога, что Бог тебе открылся, Бог тебя помиловал, Бог тебя спас. И сегодня Господь также, Он и сегодня желает спасать. И я прочитаю дальше Слово Божие, которое записано. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христа Иисуса. «Верно, и всякое принятие достойно Слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Слава Богу! Апостол Павел, он видел себя, он смотрел на себя, может, глазами Господа, и он видел, что он был тем грешником, которого путь погибель, который обречен на погибель. И он говорит, что «из которых я первый». Обычно люди говорят, что последний там грешник, последний там человек, но апостол Павел видел по-другому. Он говорит, «я первый грешник, которого помиловал Господь. За мной еще много людей, не познавших Господа, которых еще Господь будет спасать, которых еще Господь желает спасать, но я вот первый, которого спас Господь, которого помиловал. Слава Господу!» Я еще зачитаю Слово Божие, которое записано в Евангелии от Иоанна, с 10 главы, 16 стихом. «Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастыр». Это слова нашего Господа Иисуса Христа, который в этом слове, он говорит, что «есть у меня и другие овцы, которые не этого двора и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастыр». Слава Господу!» Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти. И прежде всего Он пришел для того, чтобы спасти свой народ, народ израильский, народ, еврейский народ, но Он говорит, что «есть у меня и другие овцы, которые не этого двора и этих надлежит мне спасти». И слава Господу, что мы сегодня имеем этого прекрасного пастора, который любит нас, который заботится о нас, который видит нас, и мы являемся теми овцами, которые являются не сего двора, не того двора, не принадлежащие к еврейскому народу, о язычниках, как Слово Божье говорит, что «из язычников грешники». Но Господь нас помиловал, Господь нас коснулся, нашего сердца, и может сегодня на этом месте также есть люди, которые еще не примирились с Господом, которые еще не открыли свое сердце для Господа и не упустили Господа в свое сердце, то Господь дает сегодня возможность каждому примириться с Господом и вместе с апостолом Павлом сказать «Благодарю моего Господа Иисуса Христа, Который дал мне силы, Который дал силы, чтобы обратиться к Господу, чтобы уверить свою жизнь в руки Господа, а Господь не обманет, Господь не оставит, но Он желает спасти, спасать грешников. Я еще прочитаю Слово Божие, которое записано во 2-м послании Петра. Третья глава, с 8-го стишка немножко ниже. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господен, как вор ночью, и тогда небеса шумом пройдут, стихии же разгоревшись, разрушится, земля и все дела на ней сгорят. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет. И Господь не медлит исполнением обетований своих, но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. И сегодня Господь видит каждого сердца, каждого жизнь, каждого поступки, и Господь желает, чтобы мы жили в мире с нашим Господом. Мы слышали это стихотворение об этом белом платье, и Слово Божие говорит в Откровении, «И да, на было ей время облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Сегодня Господь желает дать эту белую одежду каждому, кто признает себя этим человеком грешным, погибающим, кто протянет свою руку к Господу, и Господь силен простить, Господь силен помиловать. Мы сегодня слышали, что одна капля крови Иисуса Христа, она очищает, она смывает всякий грех, она дарует прощение, и человеку дает эту праведность, спасение, жизнь вечную. Я еще прочитаю Евангелие от Марка 16 главы. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твары, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Это повеление самого Господа Иисуса Христа перед тем, как Он оставлял землю, перед тем, как Он вознесся, Он давая ученикам Своим, это повеление, что идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твары. И сегодня это повеление относится и к каждому из нас. И я думаю, что не все пойдут по всему миру проповедовать. Кто-то едет в Африку, кто-то еще в какие-то отдаленные части планеты. Но сегодня это повеление Бог дает каждому из нас, что проповедуйте. И когда-то мне предложили, братья, поехать так же в одно место, проповедовать Слово Божье. И я думаю, я понуждаюсь в ответе от Господа. Что Господь скажет? Мне ехать туда или нет? И Господь говорит, «Вокруг тебя цветущая поляна. Трудись там, где ты находишься. Трудись там, где ты работаешь. Трудись там, где ты живешь. Проповедуй Слово людям здесь, которые находятся в этих местах. Я не скажу, что не надо ехать. Надо. Надо проповедовать, как Слово Божье говорит, по всему лицу земли. Но мы должны проповедовать эту истину. И Господь говорит, и кто будет веровать, и крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Сегодня это предложение или Богом дано это право каждому человеку иметь жизнь вечную или нет. Иметь спасение или иметь погибель. Если будешь веровать, имеешь спасение. Если не будешь веровать, если не будешь иметь этого примирения с Богом, осужден будет. И Слово Божье говорит, что и ныне Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить всю вселенную посредством предопределенного им Мужа. Слава Господу! Да поможет сегодня каждому из нас Господь, чтобы нам обрести этот мир с Господом. Может, сегодня сюда кто-то пришел случайно, просто послушать или посмотреть, что здесь совершается, что здесь говорят, то сегодня я хотел бы сказать, что это не случайность. Господь стучит в сердце. Господь хочет спасти. Господь хочет помиловать. Слава нашему Господу! Благодарю за ваше гостеприимство, за то, что вы нас приняли. Да благословит вас Господь! Аминь. Аминь.